Часто называем наши основные источники энергии ископаемым топливом, нефтью, природным газом, углем. Это ископаемое топливо, потому что его получают из окаменелостей, древнего органического материала, лесов, джунглей, планктона, динозавров. Тысячелетиями, хранящиеся под землей, они превращаются в нефть, газ и уголь. Все думают, что это правда. С другой стороны, есть свидетельство того, что, возможно, это еще не вся история. Если именно так добывается ископаемое топливо, если именно так образуются углеводороды, то почему их находят так глубоко под океанами и на поверхности Земли? Как получилось, что на одном из спутников Сатурна, по мнению ученых, больше нефти и природного газа, чем на Земле? А были ли когда-нибудь динозавры, планктоны и леса на одном из спутников Сатурна? Скорее всего, нет. Так если все углеводороды не являются ископаемыми, то откуда они взялись? И почему об этом мало кто знает? И каковы последствия этого? И что это говорит нам о нашей современной политике в области изменения климата? Это не просто эзотерические вопросы. На самом деле это центральные вопросы, поскольку мы планируем будущее использования энергии в мире. Вилли Сун уже давно думает об этом. Он астрофизик, специалист по геологии. Он провел 31 год в Гарварде. Он недавно уволился и присоединился к нам здесь. Доктор Сан, большое вам спасибо. Спасибо вам, Тако. Я ценю это. Это настоящее благословение иметь возможность прийти на ваше шоу. Ну что же, это настоящее благословение иметь тебя рядом. И это такой интересный вопрос, который имеет так много подтекстов. И я хочу посвятить большую часть нашего времени обсуждению этих подтекстов. Но что касается строго вопроса о том, откуда берутся углеводороды, то, похоже, не обязательно все они происходят из древних лесов, планктона или динозавров. Не так ли? Да. Эта история может быть немного длинной, так что дай мне несколько минут, чтобы все объяснить. Ты безусловно прав. Но самое важное, что нужно прояснить, это информация, которая содержится на самом большом спутнике Сатурна, который называется Титан. Да? На самом деле это результаты исследований НАСА, Европейского космического агентства, а затем Итальянского космического агентства, которое построило эти космические аппараты под названием Кассини и Гюйгенс. На самом деле один из моих научных консультантов создал ультрафиолетовый спектрометр. Но тот, который они использовали для обнаружения этого, по сути представляет собой океанскую жидкость, жидкую форму метана, который находится в этане. Этановой форме, которая является гораздо более сложным углеводородом. Это целый океан метана, потому что Титан расположен таким образом, что на нем, кстати, очень холодно, так что температура составляет минус 290 градусов по Фаренгейту. Да. Намекни, намекни, намекни. Где же здесь глобальное потепление, верно? А если там полно метана, так ведь? Это еще одна проблема, потому что это далеко от Солнца. Вот в чем дело. Да. И совершенно очевидно, что вопрос об обиогенном методе, который означает отсутствие необходимости в какой-либо биологии, верен, потому что мы это знаем. На самом деле один эксперимент был проведен в 2009 году. Он был проведен в Шведской Королевской Академии, одной из таких групп, но его проводил один российский лидер. Он смог показать, что если сжать метан, СИИ-4 в химической формуле, то есть 4 водорода и 1 углерод, то можно сжать их в форме, в которой они имитируют состояние земной мантии, которая находится на глубине 18 сотен миль, как бы под поверхностью. Потому что Земля находится глубже, верно, и все это находится в пределах этого, но по сути условия, при которых вы действительно можете образовывать сложные углеводороды, находятся всего на расстоянии от 40 до 150 миль. У вас есть бензол, у вас есть титан, у вас образуются все эти другие вещества. Так что это, вне всякого сомнения, доказывает, что у вас есть такой способ приготовления. К тому же титан доказал это без всяких сомнений. Ты действительно видишь метан во всей атмосфере. Юпитер, ты знаешь, что бензол можно найти даже в породах Марса. А что касается меня, астрофизика, то я могу рассказать тебе еще больше. Ты нашел сложный углеводород, который называется полициклический ароматический углеводород. Это еще один сложный углеводород. Значит, на самом деле ты нашел его в межзвездном пространстве, в межзвездном пространстве внутри звезд, в межгалактическом пространстве. Все эти сложные углеводороды есть везде, потому что там холодная температура и, вероятно, правильное давление. Это просто невероятно, потому что все мы, включая меня, до недавнего времени считали, что все наши основные источники энергии, это так называемые ископаемые виды топлива. И, конечно же, их существование будет ограничено количеством окаменелости, количеством разлагающегося органического материала. Это не так. Так что, если это не так, то нам нужно многое переосмыслить. Очень многое. Я думаю, что это вписывается в определенную парадигму, но это известный экономист, который мне очень нравится. Его зовут Саймон. Ты знаешь об этом парне по имени Саймон? Саймон. Саймон. Джулиан Саймон. Да, он был ключевым человеком в университете штата Иллинойс, а затем в Мэриленде. Именно он сказал, что главным ресурсом человечества или Земли на самом деле являются не такие материальные ценности, как урановое золото. Потому что урана в океанах гораздо больше, чем на суше. Верно? У вас в океане 4,5 миллиарда тонн урана. У вас его всего 17 миллионов тонн. А также золото, медь. Что вам нужно в океане? Все это есть, только в очень разбавленном виде. Да? Это очевидно. Так что на самом деле главный ресурс это не человеческий разум. Все дело в инновациях. Я думаю, что мне очень нравится этот принцип, и он очень хорошо подходит для того, чтобы сказать, что все это само собой разумеющееся, даже эй. Большинство, я не знаю, знает ли кто-нибудь из вас, что аудитория знает, что на самом деле от 50 до 60 процентов всего масла, которое вы производите там, уже просверлено отверстие. Так что вы можете извлечь только 40-50 процентов материала. 60 процентов всего этого остается в нем просто потому, что нет достаточного давления, чтобы вытащить это наружу. Вот почему идея биогенного масла так интересна. Это правда, чистая правда. На самом деле все это само собой разумеющееся. Ведь эта штука должна образоваться глубоко внутри Земли, в мантии, которая находится на расстоянии от 50 до 100 миль, верно? Человек, на какую глубину мы когда-либо пробуривали скважины? Только на поверхности, которая составляет максимум 5 миль, в основном 5-6 миль. Это самое большее, что мы можем сделать. А потом все это вещество должно было попасть в резервуар. Я получил эту информацию от высокопоставленных людей, которым физически приходится каждый день искать нефть. Один из моих друзей, Джозеф Лайм Куллер из Beacon Energy, Offshore Energy. Это ребята, которые работают изо дня в день, чтобы обеспечить нас энергией, фактически нефтью, в которой мы нуждаемся. Так почему же большинство людей этого не знают? Почему большинство людей думают, что бензин в их машине был по определению? Его количество должно быть ограничено? Да, да. Да, его осталось совсем немного, и его уже не будет. Мы никогда этого не сделаем. Мир полон лжи и полуправды, не так ли? В этом-то и заключается вся проблема, верно? Вот почему так долго даже мысль о том, что мы не ограничены доступностью, скажем, бензина, нефтепродуктов или угля, не давала нам покоя. Уголь нам теперь не разрешат использовать, верно? Как ты знаешь, на судебном заседании в Дубае, которое закончилось всего день назад, они прямо заявили, что мы должны прекратить использовать ископаемое топливо. В основном это нефть, природный газ и даже уголь. Я имею в виду, что эти люди безумны, по-настоящему безумны. Я думаю, что они причинят еще больше вреда своим заблуждениям. К тому же они всегда помнят, что эти люди на самом деле не представляют большинство. С тех пор, как я взялся за эту работу, речь всегда идет об этом меньшинстве, о тирании на местах, которая всегда лишает всех чувств, хороших чувств, хороших людей. Это одна из причин, по которой я как ученый также высказываюсь, чувствую. Я имею в виду, не боюсь ничего, кроме того, что просто говорю правду. И я рад, что у меня есть возможность сказать это в Исусе Новине. Итак, я имею в виду, что если нам не сказали правду о том, откуда берутся углеводороды, а мы этого не сделали. Я имею в виду, что я никогда в своей жизни не встречал ни одного человека, который сказал бы, подожди немного. Во-вторых, не все они являются ископаемым топливом. Мы постоянно слышим, что существует научный консенсус в отношении изменения климата. Каждый ученый придерживается того же мнения по этому поводу, что и Эл Гор и Джон Кэрри. Может быть, это тоже неправда? О, вот это я могу тебе сказать, пожалуйста. Спасибо, что задал этот вопрос, Така. Я работаю над темой о том, что Ко-2 вызывает изменение климата, или какие другие факторы, которые мы можем задать, вызывают изменение климата. Почти столько же времени, сколько и я, начиная с 1991 года, когда я защитил докторскую диссертацию, верно? Значит, сейчас примерно 3231 год, то есть 32 года. И на этот вопрос, я думаю, у нас есть очень точный ответ. Все, что мы знаем сейчас, это то, что два человека ничего не будут стоить. Это не сильно изменит климатическую систему, а значит, не повлияет на скорость урагана, не повлияет на то, насколько быстро или часто образуются торнадо. На самом деле, это даже не повлияет на популяцию белых медведей. Все дело в сохранении популяции белых медведей. Это даже не повлияет на то, сколько рыбы вы не поймаете или не сможете поймать. Это даже не приведет к так называемому подкислению океана. Это даже не вызовет проблемы, о которой они заявляют. Все это искусственно. Все, что они делают, все это выдумано по их модели, и снова тирания немногих. Эти немногие люди просто выдумывают эту страшную историю, которая просто не соответствует действительности. А потом, когда ты переходишь к группе, наиболее ответственной за такого рода плохие вещи, мне напомнили об этом мои коллеги, доктор Ронан Коннелли и Майкл Коннелли. Двое моих коллег по работе со мной, что касается моей группы, то я хочу сказать, что с тех пор, как я так тщательно работал. И только за последние три года со мной работали более ста ученых, так что я говорю не от их имени, а от своего собственного. Я считаю, что ЮНИПК, межправительственная группа экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата, является одной из основных проблем. А это значит, что они вводят людей в заблуждение. Они используют авторитет науки, что не соответствует действительности, не так ли? По сути, это все правительственные хакеры, верно? Такие люди, как Джон Кэрри, который, я думаю, едва ли может нормально посещать занятия по физике, продолжают утверждать, что парниковый эффект — это так просто, не так ли? А потом он отказался объяснить, как это работает, верно? Я имею в виду, что он сделал все это очень ужасно. Это действительно ставит Америку в неловкое положение. Он сделал это на Бали в Индонезии несколько лет назад. Мне просто стыдно за это. Как ты думаешь, он может объяснить, как это работает? Нет, я так не думаю. Даже Эл Гор, который утверждал, что он знает что-то о науке. Я бросил вызов Элу Гору. На самом деле я сделал это прямо ему в лицо. Мне посчастливилось присутствовать на одной из эко-конференций «Волл-стрит-джорнал», и я проводил, знаете ли, встречу со всеми студентами Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Пожалуйста, убедитесь, что когда прозвучит этот вопрос, дай мне микрофон. Я подружился с ними накануне вечером. Теперь я подробно рассказал о своей работе. Так что я взял микрофон и задал вопрос об Эле Горе, потому что одна из главных печальных вещей, которую они отказываются признавать, это то, что я знаю, вы знаете, что даже в отличных школах естественных наук, СА-2, это газ жизни. Когда у тебя будет больше углекислого газа, растительный мир, экология в целом, даже океаны, у тебя будет больше возможностей, больше рыбы, больше всего остального. Больше жизни. По сути, больше жизни. Вот почему это называется газом жизни. И эти люди хотят демонизировать его как некий газ, который может вызвать глобальное потепление, ускорить или ослабить ураганы. Я не знаю, чего они хотят. Чтобы было больше дождей, больше засух и прочей ерунды, о которой они заявляют. Все это так. Это просто не так. Вот в чем проблема. Кстати, вот насколько я серьезен. Я проверяю все, что они говорят. Я проверяю. Как ученый, ты не можешь просто отмахнуться от них. Ты не можешь смеяться над ними. Ты не можешь, знаешь ли, попробовать их на практике. Ты не можешь просто пошутить над ними. Ты должен все проверить. Так что, как очень серьезный ученый, я опубликовал научную статью, опровергающую все эти аргументы. Научные статьи, возможно, ничего не значат для обычных людей, но это действительно важно. Это как документ, который нужно задокументировать, а затем привести надлежащие научные аргументы о том, что правильно, а что неправильно. Именно этим мы и занимаемся в моем центре под названием SiriusSign.com. Так что все, кто хочет получить больше информации об этом, пожалуйста, зайдите на наш веб-сайт, не так ли? И изучите, что мы делаем, потому что мы единственные, кто действительно независим от любого финансирующего агентства, любые деньги, которые вы могли бы мне дать, как Билл Гейтс. Пожалуйста, не давайте мне денег. Спасибо тебе. И, Элгор, пожалуйста, не давайте мне денег. Не давайте мне никаких денег, если вы скажете мне, что делать. Знаете, даже часть ваших денег может мне не понадобиться. Но суть в том, что я хочу быть таким же независимым, как и вы. В средствах массовой информации я хочу быть бесстрашным. Я просто определяю свою собственную повестку дня. Ты тоже не указываешь мне, что исследовать. Я исследую то, что хочу исследовать. Так что мы провели исследование по многим, очень многим темам. Что касается проблемы изменения климата, то после стольких лет я полностью убежден, что хотя мы, возможно, и не знаем точно, что вызывает изменение климата, мы подозреваем, что это Солнце. У нас есть много доказательств того, что это, вероятно, Солнце. Очень высокий процент, я бы сказал, что мы уверены на 90%, но не на 100%. Но мы знаем, что углекислый газ это не газ, это не то, что вы называете термометром в вашей комнате, который можно регулировать вверх и вниз, чтобы установить нужную температуру. На каком бы уровне ты этого не хотел. Во-первых, они никогда не могут сказать нам, при какой температуре они хотят, чтобы это было. При какой температуре вы хотите установить глобальную температуру. Эл Гор не смог ответить на этот вопрос. Джон Кэрри не смог ответить на этот вопрос. Потому что мы знаем температуру от самой холодной в Сибири до пустыни Сахара. Я имею в виду, что это огромная разница, по крайней мере в 100 градусов и более. Да. Я имею в виду, кто ты такой, чтобы указывать мне, какая температура является правильной, когда вы, ребята, так разговариваете. Они говорят так, как будто они псевдобоги, они сами являются богами. Я имею в виду, что эти люди настолько амбициозны, что в некотором смысле, я думаю, нам нужно немного умерить их амбиции. Я имею в виду, что эти люди не удовлетворены тем, что вы им предлагаете. Вы не можете быть амбициозным, когда вы довольны, но эти люди в некотором смысле настолько не в своем уме, что, по-моему, это вводит в заблуждение. И кто-то должен был выступить против них. Я думаю, ты один из тех, кто постоянно указывает на их лицемерие, не так ли? И я действительно считаю, что вся проблема глобального потепления это полная ерунда, а значит, мы ничего не должны с этим делать. Просто продолжай жить своей жизнью и приспосабливайся к ней, верно? Так вот, с чем я, конечно, полностью согласен, но вот чего я не понимаю. Глобальные температуры резко колеблются внутри страны. Да. Это период, за который люди оставили свои записи. Я имею в виду, что это было не так давно. Я имею в виду, что под водой есть города, потому что уровень моря поднимался в течение всей истории человечества. Следы ледников видны повсюду вокруг населения. Да. Так вот, все это было до появления двигателя внутреннего сгорания. Как они это объясняют? Вот в чем проблема. Они признались. Многие из них признались. Они охотно признались. Ты можешь прочитать все это. Ты не можешь этого отрицать. Я имею в виду, что у них были ледники, и они растаяли. Они вынуждены признаться. Я имею в виду, что сейчас время исповеди. На самом деле все это происходит из-за солнца, из-за ледника. Как будто есть период, называемый малым ледниковым периодом, примерно с 13 по 19 века, знаете, очень холодно. И потом с 880 по 1200 год будет наблюдаться теплый период, который можно себе представить. Ты же знаешь, что было тепло. Я имею в виду, что в Англии можно выращивать вино, не так ли? А теперь вы не можете выращивать вино, не так ли? И тому подобное. Я имею в виду, что тогда Гренландия была зеленой, но сейчас там полно ледников. Лед начинает прибывать. Так о чем именно ты говоришь? И на самом деле это было солнце, солнце очень хорошо подходило. Насколько нам известно, с точки зрения дедукции, можно вывести информацию о том, как выглядит солнце, насколько ярким оно было, насколько тусклым оно было. В принципе все именно так. Просто количество света, исходящего от солнца. Между прочим, это очень маленький процент. Очень маленький. Он составляет порядка одного процента, но этого более чем достаточно. Потому что есть еще один эффект, который очень-очень важен. В основном это происходит из-за того, что солнце вынуждает Землю вращаться вокруг солнца, а затем орбита немного меняется из-за возмущений от все остальные планеты. Да. Ты же знаешь, что Юпитер, Сатурн и даже Венера и Марс на самом деле управляют тем, что мы делаем. И Луна, конечно же, очень важна. Но другие факторы орбиты, плюс изменение самого солнца в зависимости от того, насколько оно яркое, насколько тусклое, эти два фактора могут объяснить практически все, что мы знаем. Вот все данные, которые у меня есть на самом деле. Вот почему я был так увлечен изучением этого вопроса. Я действительно потратил всю свою жизнь на изучение этого вопроса. Я только и делал, что занимался этим. И чем больше я понимаю, тем больше мне кажется, что это просто пробел, который нужно заполнить. У нас слишком много информации. А потом появляются эти люди и говорят, что причиной всего является Ко-2. Я проверяю. Я проверяю. О, возможно, они правы. Я проверяю. Как ученый, я должен их проверить. Но ведь это даже близко не так. Я имею в виду, что эти люди говорят о вещах, которые действительно существуют. Я имею в виду, что есть знаменитая фраза очень известного метеоролога из Висконсина, его зовут профессор Рид Брайсон. На самом деле он один из отцов климатологии. Он только что сказал, что вы выходите на улицу, и тогда вы можете с таким же успехом, если вы считаете, что Ко-2 это так. Вы могли бы с таким же успехом можно плюнуть в воздух и посмотреть, что случилось с потоком воздуха. По сути, он просто сказал, что Ко-2 это ничто, он не может вызвать изменения климата или что-то в этом роде. На самом деле это ничего не меняет. Это Солнце. Почему ты думаешь, что это самые важные вещи, о которых тебе следует говорить? Они никогда не говорят об этом. Они всегда хотят усреднить данные. Самое важное, о чем они должны говорить, это сезон. Не бывает двух одинаковых зим и двух одинаковых летних месяцев. И они никогда ничего не объясняют. На самом деле все дело в том, что орбиты Солнца меняются очень незначительно. Я не о том говорю. Я публиковал статьи, статьи, статьи и тому подобные статьи обо всем этом, чтобы показать и задокументировать, почему и как. В этом-то и заключается самое интересное в занятиях наукой. Это не просто болтовня и размахивание руками как сумасшедшее. Так и должно быть. Даже если я сейчас выгляжу как сумасшедший, я всегда очень спокоен, когда ты что-то записываешь. Каждый раз, когда мне нужно написать доклад, я всегда говорю своей жене, пожалуйста, не тревожь меня несколько дней. Я скоро вернусь. И тому подобное. Конечно, я работаю дома, но я обязательно вернусь. Так есть ли какой-нибудь способ предсказать, на чем будет основано изменение климата? На самом деле это возможно, благодаря орбите. Единственное, чего мы не знаем, это как предсказать, что Солнце изменится само по себе из-за магнетизма. Понимаешь, просто магнитное поле на Солнце слишком сильное сложно. Солнце — это намагниченный шар, верно? Это газ, горячий газ. Понимаешь, магнитное поле здесь настолько сильное, что оно в 10 раз сильнее земного. Земля тоже является магнитом, по сути, стержневым магнитом. Да. Это один гаусс, а у нас их 10, по крайней мере, на Солнце. Так что это совсем другое свойство. И работает оно совсем по-другому, потому что нагревается в основном за счет термоядерной реакции внутри Солнца. Таким образом, в результате возникают всевозможные особенности поведения горячего газа, которые очень трудно постичь или даже смоделировать с помощью математических уравнений. На самом деле изучать Землю гораздо проще, чем Солнце. В этом и заключается часть проблемы научных задач, задач по физике, они очень трудные. Но тогда мы многому научимся. Мы многому учимся, просто наблюдая за Солнцем. Я имею в виду Галилео Галилея, верно? Он направил на нас свой телескоп. Он был достаточно умен. Сначала он указал на Юпитер, Луну, Юпитер. А потом увидел Луну, верно? Он увидел вокруг нее четыре Луны, а потом понял, что на следующий день он пойдет посмотреть на нее снова. Он наблюдал, а потом по его словам начал двигаться. Ну что же, это знаменитая история Галилео Галилея, когда-нибудь мы поговорим об этом. Когда он ее записал, изначально она была написана на итальянском языке. Когда он понял, что открыл нечто настолько уникальное, он на следующий день сменил язык на латынь. Да, ты знаешь, я понял это. У меня получилось. Так что он начал писать на латыни точным языком, хорошо? Но в любом случае, для The Sun это действительно настолько сложно, что на самом деле я изучал это с тех пор, как ты меня знаешь. Я имею в виду, что я так долго это затевал. Мы уже многое знаем. Я даже написал популярную книгу, чтобы попытаться объяснить, почему это происходит в период появления солнечных пятен. Так что Галилео Галилей, давайте начнем с 1609-1610 годов или около того. Таким образом, у нас есть данные примерно за 413 лет. Но в середине малого ледникового периода, с 1645 по 1715 год, был период, который называется минимумом Маундера. Потому что в этот период почти все солнечные пятна исчезают, особенно в северном полушарии. Она полностью исчезла. Никто не знает почему. И именно поэтому французский астроном, известный такими людьми как Кассини, за которым в то время наблюдал космический аппарат Кассини, сказал, чувак, этот парень из Галилео, должно быть, либо слишком много пьет, либо лжет, или что-то в этом роде. Он сказал, что на Солнце много пятен, но мы наблюдаем за ними в это время и ничего не заметили. Что случилось? Но ведь это реальное явление, не так ли? Мой друг, мой хороший друг, который является мировым историком солнечных пятен номер один, он только что написал мне электронное письмо, Дуглас Хойт. Он на самом деле был мастером в этом деле, собирал все данные о солнечных пятнах, обращался ко всем основным библиотекам. Начиная с первой точки Галилео и заканчивая всеми, подходя к настоящему моменту, мы в основном пришли к выводу, что это явление действительно существует. Потому что в тот период солнечного пятна там не было, а не потому, что никто за ним не наблюдал. В течение 70-ти лет, по крайней мере, в 80% случаев за этим наблюдали. Лет. Видишь ли, этот период настолько уникален. Но сейчас мы начинаем пытаться понять, что же там происходило. Так вот, мы действительно думаем, что в тот период Солнце было намного тусклее, было существенно тусклее. Вот почему мы наблюдаем этот небольшой феномен ледникового периода. Вся река Темза замерзла. Ты же знаешь, у нас в Англии есть река Темза, которая хорошо известна, а в Голландии все катаются на коньках, и это связано с разными культурами. И потом, все это реальные явления. И в наши дни они пытаются сказать, что возможно малый ледниковый период, это вовсе не малый ледниковый период. Они даже пытаются изменить это в научной сфере. Так что для меня это было очень, очень загадочно. Зачем им пытаться изменить это? О, я не знаю, потому что они хотят сказать, что второй командир контролирует все. Они вроде как хотят, чтобы второй командир был главной движущей силой всего происходящего. Это часть проблемы, с которой я сталкиваюсь. Ну, в общем, это не наука. Это ложь. Это плохо. В науке все плохо. Вот почему в науке сейчас я бы предпочел сказать об этом прямо. Я хочу. Я бы предпочел, чтобы у меня были вопросы, на которые нельзя ответить, чем ответы, которые нельзя подвергнуть сомнению. Потому что эти люди просто предлагают тебе ответ. А потом ты должен просто заткнуться, как ты говоришь. Не задавай никаких вопросов, не критикуй, даже не утруждай себя размышлениями. Просто прими то, что мы говорим. Я имею в виду, что ты, возможно, уже знал, что на самом деле, если ты хочешь достичь этого, я могу поговорить об этом, потому что это довольно известное дело. Потому что другой человек все еще рядом. Именно он последние два дня постоянно кричит о том, что мы должны отказаться от ископаемого топлива. Республиканская партия — это такое зло, что мы должны остановить их всех. Потому что мы, республиканская партия, являемся злыми политическими организациями в Америке, из-за которых все это ископаемое топливо превращается в «мы используем ископаемое топливо» и все такое прочее. Его зовут профессор Майкл Манн. Он учится в Пенсильванском университете. Он создал статью, мы называем ее «Хоккейная фишка», ну вы знаете «The Chic Paper». Хоккейная фишка. По сути, он сказал, что история температуры, во-первых, истинная история температуры выглядит вот так. Начиная с 800 года нашей эры было очень тепло, скажем так, тепло-тепло, а затем температура начала понижаться, примерно в 1300 году стало прохладно. А затем, примерно с 1900 года, снова стало теплеть. Важно, чтобы температура была намного выше, чем в два раза, ясно? Это еще одна загадка, которую они никогда не хотели объяснять и которая выглядела вот так. Это реальная история. Появился Майкл Мэнн и сказал, что он использовал математический алгоритм, хорошо. Ты можешь использовать причудливые слова. Но поверь мне, это просто математический алгоритм, с помощью которого он создал флешку примерно с 880 по 1980 год, но он не изменился. Он изменился совсем незначительно. Настолько незначительно, что на самом деле это ничего не значит. Примерно на 0,1%. 0,2 градуса по Цельсию, это так мало. Это ничего не значит. То изменение, о котором я говорил, по крайней мере на 1 градус, то есть в 5-6 раз больше, чем он говорит. А потом он просто сказал это вот так, а потом оно нагрелось из-за лезвия, которое нагревается из-за повышения уровня углекислого газа. Но он забыл объяснить тебе, что это повышение температуры началось задолго до того, как даже человеческая часть атмосферного углекислого газа смогла стать чем-то большим. Многозначительно. В этом и заключается часть проблемы. Все это было безумием с самого первого дня. Когда эта книга была опубликована в 1999 году, я был первым из нескольких парней, кто поднял руку в конце класса и сказал, «Извините меня, профессор, чувак». Он был моим другом с самого начала. Способ. Теперь он никогда мне не ответит. Раньше мы с ним переписывались по электронной почте. Потому что, как ты знаешь, у нас более или менее общая страсть. Мы понимаем друг друга. Сейчас он только что сказал, что его история единственная правдивая. Но это не подтверждается никакими известными нам данными. В этом-то и проблема. Все это математические продукты. Вот насколько пугающей может быть вся эта работа. И Организация Объединенных Наций, группа МГЭКа, о которой я упоминал, продвигала его работу, превратив ее в главного героя. Потому что он решил одну из старых головоломок, которую климатологи Марлани пытаются решить с тех пор этот день, когда греки пытаются понять, как меняется климат. И тут появляется этот парень и говорит, что это выглядело примерно так. Только двое из них делают это. В этом-то и проблема. Вот что я имею в виду. Это просто не так. Вот кто ты такой. Я имею в виду, что кое-что из этого очень сложное, но в том смысле, как ты это описываешь. Если он говорит, что период потепления начался до того, как произошло значительное увеличение выбросов Ко-2 в атмосферу, вызванной деятельностью человека. Даже я могу это понять. Да, это правда. Так что я бы предположил, что многие ученые, зарабатывающие этим на жизнь, задаются тем же вопросом. Почему они молчат? Вот в чем проблема. Вся проблема современной науки связана с финансированием, с тем, как финансируется наука. Я бы не хотел слишком углубляться в эту тему, связанную с естествознанием и философией. Это одна из причин, по которой я хочу быть полностью независимым. Я выхожу из всей этой системы, верно? Но именно так наука относится к финансированию. Даже если ты не получаешь деньги напрямую, это повлияет на аспирантов и так далее, и тому подобное. Ну и все остальные сопутствующие эффекты ты же знаешь. Многие люди боятся высказываться открыто. Но вот что я тебе скажу, если ты действительно проводишь честный опрос среди всех ученых, если ты занимаешься наукой, но наука это не только опрос. Все, что нужно, это быть правым. Да. В этом-то и проблема, верно? Эйнштейн, когда формулировал знаменитую общую теорию относительности или специальную теорию относительности, которая подверглась критике, использовал принцип, согласно которому скорость света постоянно. Таким образом, время и пространство относительны. Да. Не так ли? Время можно растянуть. Пространство тоже немного отличается, потому что скорость света постоянно. Специальная теория относительности основана на этой концепции. Тогда 100 берлинских академиков попытались написать фан-лист, в котором говорилось, что Эйнштейн ошибается, но так и не объяснили почему. В чем именно заключается ошибка? И тогда Эйнштейн действительно ответил вот так. Зачем тебе сотня? Ты же знаешь, если я ошибаюсь, то достаточно и одной. Я имею в виду, что в этом и заключается суть науки. Наука настолько плоха, потому что она полностью перевернута с ног на голову, вывернута наизнанку. Знаешь, ковид это еще один случай, так что давай сосредоточимся на вопросах климата. Люди боятся высказываться открыто. На самом деле я не знаю почему. Я был молод, мне приходилось беспокоиться о своих троих детях, о том, где они едят и все такое прочее. Ты же знаешь, что все время работает шведский стол. Я просто шучу. Это величайшее американское изобретение. Это все, что ты можешь съесть. Между прочим, это настоящий предприниматель. В любом случае, у нас достаточно еды, никаких проблем. Вот почему еда, я не думаю, что это тоже проблема в этом мире. Даже материальные ресурсы, не так ли? Все, о чем ты думаешь, это то, что нужно мыслить, как Джулиан Саймон. Ты же знаешь, что мы можем создать все, что угодно. Единственная проблема, которая у нас осталась, это недостаток воображения, ограниченность взглядов и все эти антиамериканские настроения, скажем так. Америка одна из самых больших надежд человечества, которую только можно представить. Ради бога, у нас есть основополагающий документ, Конституция. Это самое прекрасное, что мы когда-либо могли себе представить. И почему бы нам не использовать это должным образом, не так ли? Люди просто растягиваются на нем каждый день, не так ли? В любом случае, я отвлекся. Так или иначе, так что да, я думаю, что наука сейчас представляет проблему из-за структуры финансирования. Люди не хотят высказываться открыто. Я не знаю, почему. Я думаю, что для людей, естественно, бояться. Но бояться можно только очень долго. Что касается меня, то я был разочарован, потому что не испытывал страха с тех пор, как оказался внутри. Потому что я внутри, потому что я люблю науку. Вот почему, с моей собственной точки зрения, мне просто очень грустно видеть, что наука попирается всеми этими другими ненаучными силами, понимаешь? Вот почему, когда я так же смотрю на ковид, я не могу стоять в стороне и ничего не говорить о ковид-19. С этим что-то не так. Вот почему я хочу сделать предварительную рекламу в серии моих групп, которые подписывают Датком, мы работаем с кучей людей. Одним из хороших потенциальных гостей для тебя будет профессор Харви Рич. Он сказал, что ты дважды брал у него интервью. Да. Даже с такими парнями, как Боб Мэлоун, мы работаем вместе, готовим статью. Так что, когда статья выйдет, надеюсь, мы сможем пригласить их на твое шоу, чтобы ты мог рассказать больше историй. Мы хотим предоставить медицинскому сообществу или даже всему миру возможность задокументировать этот эпизод темных веков в медицинских науках. Что-то пошло ужасно неправильно. Маска на самом деле так и не сработала. Вакцина на самом деле так и не сработала. Все это не работает. Карантин не работает. И зачем мы это делаем? Сейчас они пытаются напугать весь мир очередными новостями. Это газета. Сегодня утром я только что получил одну газету от своей сестры, которой пришлось начать. О, сейчас в Малайзии начинают маскироваться. Потому что число случаев заболевания начинает увеличиваться. Обычная история. Я серьезно смеюсь. Потому что вижу, что это еще одна из тех попыток напугать людей. Вот я и отвлекся от темы. Наука сейчас настолько сложна, что каждый аспект науки, на который я обращаю внимание, вызывает у меня чувство глубокой неудовлетворенности. Наука больше не в состоянии делать то, к чему она ведет. Это и есть тема моей серии, которая называется «Подпиши дотком». У меня всего несколько коллег, и мне не хватает финансирования. Кстати, я просто надеюсь получить как можно больше пожертвований. Жертвуй, но ничего нам не говори, делай что угодно. Доверься нам, потому что мы достойные ученые. Ты можешь ознакомиться с нашими публикациями и убедиться, что мы способны создать самую интересную и чистую работу. Как и ИПК, они должны отвечать нам. Два года назад мы опубликовали очень важную статью. Один из моих друзей-журналистов, коллега, написал статью в газете, а потом он подходит и спрашивает ИПК, «Почему вы, ребята, не цитируете эту статью?» Они используют оправдание, чтобы сказать, что эти люди опубликовали ее с опозданием. У нас тут крайний срок, красная линия. О, если ты не опубликуешь ее до какой-то даты, например, до 2021 года, хорошо, например, в январе или в 2021 году. Тогда мы не включим твою работу. Так что мы опубликовали ее в августе, поэтому они не будут включать мою работу. Но они забыли сказать, что они заявляют о себе. Они заявили, что они, это вы, Амгейт провозгласила себя лучшими в научном мире, выпустила самую свежую информацию и все такое. Но как только вышел их отчет, он уже устарел, потому что в него не была включена моя работа, которая является наиболее полным обзором того, как Солнце влияет на климат. Именно эту работу мы и проделали. Так что в этом году, всего два месяца назад, мы опубликовали еще две статьи, убедительно доказывающие, что даже данные термометра, которые они вам показывают, не соответствуют действительности. На самом деле это не измерение климата. Это измерение изменений температуры в городах. Я думаю, это то, что каждый может понять. Если вы отправитесь во внутреннюю часть большого города, например, в ТЦ, это один из лучших примеров, которые я нарисовал, чтобы показать это. Вы попадаете в центр города, где намного теплее, чем снаружи, потому что бетон удерживает все тепло, или вы меняете все поверхности. Ну, знаете, поверхности становятся непроницаемыми, когда нет возможности дышать, вода не поступает внутрь и не выходит наружу, и тому подобное. И мы показываем, что это явление не ограничивается только местной наукой. Если посмотреть на это в среднем, то можно увидеть эффект по всему северному полушарию. Это очень мощная новая работа, которую мы проводим. Бетон и асфальт повышают температуру более чем в два раза. Именно это они измеряют. А потом тебе говорят, что это глобальная температура. И тогда мы предлагаем альтернативу. Мы говорим, почему бы нам не пойти посмотреть на сельскую станцию, которая доступна. Угадай, к чему привели наши результаты. Это совершенно другая история, чем на картинке, история, которая вытекает из этого набора данных. Данных термометра, которые показывают, что город и сельская местность объединены. Все в порядке. Мы показываем только сельскую местность. Мы можем сказать тебе, что ты можешь сразу же предложить другой ответ. Вот, к примеру, именно солнце делает это, именно оно делает это. Мы показываем это, но мы не уверены, что это и есть ответ. Мы просто-напросто показываем тебе, что МГЭИК и все эти так называемые ученые из НАСА, НОО и все остальные не проявляют должной осмотрительности. Они предоставляют тебе данные очень низкого качества. Мало того, они еще и скрывают это. У некоторых из них очень трудно получить данные. Но получить данные никогда не должно быть сложно. Мне жаль, Такер. Но именно поэтому в науке сейчас так много проблем. Студенты. Но. Я думал, что прозрачность данных это наука. Я надеялся. Я всегда в это верил. Вот почему все, что мы публикуем, находится здесь. Потому что мы откуда-то это взяли. Вот данные, используй их. Проверь население. Если мы ошибаемся, скажи нам, что мы ошибаемся. Это единственное, что я всегда могу тебе пообещать. Я здесь не для того, чтобы добиваться расположения или чего-то в этом роде. Если я ошибаюсь и не знаю, то я скажу тебе, что не знаком с Такером. Многие из этих вещей действительно требуют тщательного рассмотрения. Я действительно много размышлял на эту тему. Что мне кажется очень проблематичным, я так рад, что у меня есть возможность зайти так далеко и говорить так долго, так это то, что продукт МГЭЙК на самом деле некачественный. Конечно, у них другие полномочия. Их полномочия носят политический характер, не так ли? Они должны проводить политику. Мы это понимаем. Но сколько людей действительно понимают, что чистая наука не подтверждает ничего из того, что они говорят. Я имею в виду, что в начале этого заседания КС-28 председатель или этот парень из УАЭ, Объединенных Арабских Эмиратов, председатель, я не знаю его имени. Султан Аль Джабер, Джабер или что-то в этом роде. Он говорил, что нет никаких научных оснований утверждать, что мы должны противостоять философии. Он прав. Но потом он отступил из-за всего этого. Менталитет каждого человека уязвлен. Все совершают безумные поступки. Все. Наука здесь ни при чем. Теперь они все согласны друг с другом. Они все согласны смотреть правде в глаза, не так ли? Мы пришли к какому-то соглашению. Ты же знаешь, что все заявили, что они собираются это сделать, что они будут бороться за это лицом к лицу. Я даже не знаю, как на самом деле это сделать. Почему? Зачем ты это делаешь? И потом одно из заявлений заключается в том, что они собираются утроить количество солнечной и ветряной энергии. Это печальная история. Ты знаешь, что из суммы, которую мы тратим и которую мы можем задокументировать, около 3,6 триллиона долларов. Они потратили почти 2 триллиона долларов на солнечную энергию и энергию ветра за последние, я не знаю, 5-10 лет или около того. А потом они потратили еще больше денег, 2 триллиона на солнечную энергию и энергию ветра. А на солнечную энергию и энергию ветра приходится всего 3% мировой энергии, 85% приходится на ископаемое топливо. Как вы можете видеть, гидроэнергетику и ядерную энергию. Ядерная энергия — это еще одна загадка. Я проконсультировался со всеми своими друзьями-ядерщиками, которые уже много лет работают в области ядерной энергетики. Ядерная энергетика — одна из самых печальных историй. Я верю, что на самом деле у нас почти готово решение. Конечно, речь идет не о термоядерном синтезе, а о быстром реакторе или хорошей генерации ядерной энергии. Мирное использование этого даже не приведет к созданию ядерного оружия. Мы можем использовать все эти технологии. Единственное препятствие — это бюрократические проволочки, экологи боятся радиации. Все это и есть проблемы. У нас почти все под контролем. Энергии хватит надолго. По одной из оценок, если мы будем использовать ее в нужном объеме к 2050 году, то нам хватит энергии на 2,7 года. Это намного больше, чем может обещать любое ископаемое топливо. А мы до сих пор этого не делаем. Мы этого не делаем. Америка сейчас так сильно отстала. Мы только что построили одну из атомных электростанций в Джорджии, которая настолько перегружена из-за всей этой бюрократической волокиты, что это так неловко. Это просто цифры. Я имею в виду, что это обходится в тысячу или в две тысячи раз дороже, чем в Корее, и вы знаете, даже Корея сейчас стоит дороже. Это крупный парень, который строит атомную электростанцию для любой страны, которая захочет это сделать, верно? Я имею в виду Корею, Индию, и они делают это намного дешевле. А дизайн, французский дизайн самый лучший, не так ли? Это французский дизайн. Они все так делают, а мы этого не делаем. В Китае, конечно, так делают все, кто хочет. Но мы ничего не делаем. О, мы пытались объяснить тебе, что нам нужно отказаться от ископаемого топлива, увеличить использование солнечной энергии и ветра. Ты что, шутишь? Даже в три раза больше будет составлять 9%. Я не знаю. Ты можешь включать свет только в 9% случаев. Тебе следует выключить весь этот свет прямо сейчас. Ты злоупотребляешь им. И это разрушает реальность, окружающую среду. Вот именно. Ветряные электростанции. Это своего рода очень плохой стимул, который они не осознают. На мой взгляд, речь идет о людях такого типа, которые настолько не в своем уме, что им действительно следует быть осторожными. Кто-нибудь должен просто постучать им по голове. Ребята, не продолжайте повторять эти вещи. Вам лучше дважды подумать или проконсультироваться с кем-нибудь, кто знает что-то честное, понимаете? Вы провели 31 год в Гарварде. Смогли бы вы сказать это вслух в Гарварде? На самом деле, тогда мне тоже было все равно, но большую часть времени меня вызывают в кабинет директора, то так, то эдак. Они всегда пытаются сказать, о, почему ты так говоришь? Почему ты так говоришь? Я говорю, ну что же, я ученый. Я должен говорить все, что я хочу сказать. Проблема была не только в этом, когда я учился в Гарварде, и одна из причин, по которой я уволился, как я пытался объяснить, связана с требованиями джеб, но и с некоторой цензурой. Я могу делать только определенные вещи, я не могу делать определенные вещи. Например, я бы никогда не смог писать статьи о COVID-19. Я бы никогда не смог работать, скажем, над проблемами загрязнения воздуха окружающей средой, ну, например, над так называемыми НОКС и САКС. И все эти другие вещи на Меркурии и тому подобное. У меня их много. Я много изучаю эти вопросы, потому что они волнуют меня лично. Так что я изучаю литературу одну за другой. В основном потому, что я очень мало сплю, поэтому я действительно много чего делаю. Я переворачиваю каждый камешек к гальку, все, что ты захочешь. Поэтому я много учусь. Я получаю достаточно хорошие результаты, которые могут принести большую научную пользу, но я никогда не публикую их, потому что они просто не позволяют. Вот так. А тебе бы это не позволило? Да, речь идет о разрешении вопроса, потому что они говорят, что это не соответствует тематике Центра астрофизики. Так что я не хочу ничего говорить об этом учреждении, но это лучшее астрофизическое учреждение в мире. С точки зрения приборостроения, с точки зрения технологий, мы можем производить самое лучшее. Знаешь, ты часто смотришь на рентгеновское изображение Солнца. Это снимки с очень точных камер, которые мы создали с многослойным покрытием, потому что рентгеновские лучи проникают очень медленно, а затем рассеиваются, поднимаются вверх. Но мы создаем очень точные изображения. Чтобы поймать их, чтобы они могли всплыть, чтобы изображение было кристально чистым. На Солнце видны все строения. Они созданы моим центром. Они хорошие ученые, за исключением того, что когда дело доходит до более широкой картины науки, ТСС, не говори этого, не говори того, этого и того, а потом всего этого. Вот почему даже в Гарварде я перестал брать деньги у НАСА и НВ, все в этом другом месте, в 2004 году. Потому что я начинаю думать, что наука настолько безответственна, финансируется налогоплательщиками, что все эти люди просто бессовестны. Так что я лично выбрал именно это. В этом некого винить, кроме меня самого. Но я решил брать деньги только у тех фондов, которые готовы дать мне деньги, верно? Так что я написал такого рода предложение, а затем мне пришлось пройти через кабинет директора то так, то эдак верно? У меня очень-очень счастливая и плодотворная карьера. Каждый может ознакомиться с моим списком публикаций. Он очень длинный. И дело не только в этом, важно не количество публикаций. Важно качество бумаги. Я всегда хочу напомнить людям, что мне не нравится говорить о том, сколько тысяч статей вы написали о том-то и том-то. Это не важно. Какая статья действительно важна для решения определенных проблем, важно, чтобы вы, если вы в состоянии это показать, это хорошо. Вот что я имею в виду. Все мои статьи в основном подвергаются серьезному обдумыванию и серьезной оценке, проверке и перепроверке, прежде чем я их опубликую. Хотелось бы написать о чем угодно, потому что завтра ты не захочешь написать ничего плохого. Тебе нужен кто-то, кто умеет писать. Но наука сейчас это по сути мусорное ведро, все эти научные статьи. Я бы даже категорически заявил об этом. Я бы сказал, что от 80 до 90 процентов статей, опубликованных сегодня в так называемой науке о климате, не должны публиковаться. Но у каждого есть грант НВ, у каждого есть все эти гранты. Ты видишь, как растет инфляция, знаешь совсем как на днях, ты слышал, что Ельский университет, ну знаешь больше его часть. Большинство студентов в 2022 году, или что-то в этом роде, получили высшие оценки. Ты же знаешь, что класс А они разбавили классом Б. Но Харви Рич заверил меня, что в области медицины и кардиологии Харви Рич является профессором университета, он преподает в медицинской школе. Так вот он сказал, нет, это неправда. Поэтому он попытался убедить меня, что у него есть качество. Возможно он не в своем классе. Ну как же так получается, что ты не учишься ни в одном другом классе, верно? В любом случае. Так что я хочу задать тебе последний вопрос, который не имеет отношения к этому. Но мы говорили об этом в прямом эфире, и я думаю, что это действительно интересно. Ты говорил мне, что видишь Бога или доказательства его существования в математике. Ну что же. Не мог бы ты объяснить, о чем ты говорил? Или может быть я неправильно понял то, что ты говорил? Нет, 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 ты этого не делал. Я имею в виду, что на закате солнца я становлюсь все ближе и ближе к Богу, потому что это занимает у меня много времени. Я брат-бунтарь. Знаешь, я должен сказать, черт возьми, Боже, ты должен доказать мне это. Покажи мне это, приятель. Я просто шучу. Я ни перед кем не прошу прощения. Нет, нет, это не оскорбление. Но я действительно так говорю. Знаешь, в каком-то смысле ты разговариваешь сам с собой. Но во многих, очень многих моментах истории физики или математики что-то выходит наружу. Видишь ли, математика, которую ты знаешь, это такое чистое слово, которое, кажется, не имеет никакого отношения к реальному миру. Это верно. Это правда. Это комплексное число. Это одно из них, но оно фигурирует в квантовой механике, не так ли? Это так красиво. Но одна из вещей, которую иногда видишь в уравнении, настолько удивительно, когда формулируешь, может быть это неправильно, может быть дело в том, что ты сомневаешься в себе. Но одно из самых красивых уравнений было выведено Полем Дираком. Он профессор Кембриджского университета, но между прочим ушел на пенсию во Флориде. Он умер во Флориде, в Талахассе. Я имею в виду, что для него это убежище, потому что он не любит разговаривать. Он просидит там пять дней, не разговаривая. Однажды он вдруг заговорил. Но как бы то ни было, он сформулировал, что он прекрасный человек. Он, ну ты знаешь, Пол Дирак. Он сформулировал это релятивистское уравнение для электронов. Но в одном из уравнений решение имеет отрицательный знак. Не только это, но и квадратный корень, так что это странное поведение. Здесь часто встречается отрицательный знак, но он должен обладать точно такими же свойствами, как электрон и все такое прочее. Как же так вышло? Все говорили, что ты сумасшедший, что ты глупый, не так ли? Он даже не был знаком с потным приятелем. Он просто сказал, что я прав. Много лет спустя Карл Андерсон показал в Калифорнийском технологическом институте, что на самом деле существует такая штука, как позитрон. Ты же знаешь, что все наоборот, это братья электрона. Вот в чем дело. А потом, если ты спросишь себя, как это возможно, не так ли? Есть что-то, что возникает просто из ниоткуда. Откуда берется эта штука? И потом, в математических науках есть много подобных вещей, например, геометрия. В геометрии есть еще более известная вещь, которая называется многообразием Калаби-Яу и имеет отношение к теории струн. По сути, это был пересмотр уравнения общей теории относительности Эйнштейна, в котором задавался вопрос, возможно ли, чтобы пространство-время было настолько сильно искривлено, что для этого даже не требуется гравитация. И они показывают, что Каби пытался доказать этому Яу, что Син Дон Яу, один из великих математиков, верно? Он учится в Гарварде, но сейчас вышел на пенсию и уехал в Китай, верно? Именно он пытался опровергнуть эту теорию, но оказалось, что это правда. Это правда, что пространство-время может быть сильно искривлено даже без гравитации. Так что этот мир стал еще богаче, и от математики к реальному миру мы уже с трудом понимаем Эйнштейна, а этот парень добавил еще больше. И его открытие было сделано в 70-х годах, ну и все такое прочее, знаете ли. Так что существует так много примеров и происшествий подобных этому. Просто должен сказать вам, что вы должны преклониться перед ним. Вам нужно время от времени делать глубокий вдох. Вы знаете, что, возможно, эти силы постоянно присутствуют, и они позволяют нам освещать нашу жизнь. И я говорю вам, Бог дал нам это. Весь этот свет, который говорит нам, что мы должны следовать за светом и делать все, что в наших силах, вместо того, чтобы каждый день поглощать его. Планета Земля говорит, что мы сатана, мы злые люди. Ты же знаешь, что эти люди постоянно пытаются, ну ты понимаешь, принизить всех нас как людей. Я бы все равно никогда им этого не позволил. Так что удачи таким людям, как Элгор и все остальные, которые думают, что они высокие и могущественные, верно? И пытается всегда, всегда читать нам лекции о том, что нужно сокращать потребление ископаемого топлива, потому что мы собираемся навредить планете Земля. Я говорю, о боже, ты когда-нибудь думал дважды? Как, кто ты такой, чтобы думать, что ты действительно можешь попытаться спасти планету Земля? Потому что они всегда используют это слово, я пытаюсь спасти планету. Я не знаю, кто дал им право спасать планету Земля. Кстати, то же самое можно сказать и об этом эксперименте, который они пытаются провести. Этот эксперимент показывает, что мы должны сократить выбросы Ко-2. Я же говорил тебе, что Ко-2 полезен, но ты понимаешь, для жизни. Потому что я задал вопрос Алголу, действительно, когда я задал вопрос Алголу в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, вопрос был что? Так это то, что Ко-2 это газ жизни? Кто дал тебе смелость сократить это количество? Тогда не ты ли будешь нести ответственность за весь этот экологический и гуманитарный кризис? Даже мы знаем, что повышение концентрации углекислого газа влияет даже на растения, особенно на производство продуктов питания. Возможно мы не знаем точных цифр, но это оказывает положительное влияние. У нас есть технологии, которые помогут этому, лучшие семена, лучшее внесение удобрений и многое другое. Но кто подал им идею сделать это, сократить, потому что это, как правило, полезно для жизни, потому что вы должны помыкать ими, потому что никто не должен давать им полномочий? Пока что я не думаю, что кто-нибудь сможет ответить на этот вопрос за меня. Поэтому я прошу их, пожалуйста, поклониться Богу. Сначала ответьте на этот вопрос, прежде чем делать что-либо еще, потому что нелепо с их стороны утверждать, что у них есть высокие моральные и этические принципы, чтобы пытаться предписать всем жить в определенных условиях, которые они выбирают. Но они сами не следуют правилам, и они говорят нам, чтобы мы ехали на автобусе. Эль Гоу всегда даже говорит людям, чтобы они ехали на автобусе. Эль Гоу. Боже мой, я говорю, Эл Гор, садись на автобус и стонеси в Массачусетс, я буду ждать тебя там. Пожалуйста. Я имею в виду, что этот парень не от мира сего, чувак. Мне очень жаль, Эл Гор, но ты все равно можешь мне позвонить. Не так ли? Вилли скоро придет, спасибо тебе. Но прежде чем ты уйдешь, последнее, что я хотел бы сказать зрителям, которые хотят узнать больше о том, чем ты занимаешься, не могли бы вы еще раз сказать, где они могут это прочитать? Пожалуйста, я надеюсь, что никого не разочарую, но пожалуйста, приходите на сериалы, которые подписаны Дотком. И я хочу сделать одну вставку для моего хорошего друга Хэла Шертлифа. По мере того, как я становлюсь все старше и старше, включая моих собственных детей, трое моих детей посещают школу Кэм Констатушен в Нью-Гэмшире. И мы также хотели пригласить Току Ковсена приехать, потому что Виви Кравасвами приезжал прошлым летом. И еще потому, что мы очень-очень маленькая группа, мы крошечная группа под названием Кэм Констатушен. Так что Кам Констатушен это сеть точек доступа. Мы предлагаем в основном семейное христианское образование, но мы не говорим о Христе все время, но мы говорим о Библии, мы говоря о Конституции, мы говорим о науке. Итак, я преподаватель естественных наук. Я занимаюсь этим уже почти 6-7 лет. Так вот, каждый год я провожу одно или два занятия. В зависимости от того, сколько их будет, я буду делать все, что они от меня захотят. И мои собственные дети приходили на эти мероприятия, а потом, знаете, мы включали музыку, разводили костер. Это семейное мероприятие. Раньше мы уделяли особое внимание детям. Но в этот день, к сожалению, стало приходить слишком много взрослых. Так что у нас есть даже такие люди, как мой хороший друг, лорд Кристофер Монктон из Англии. Он выступал дважды. Такая маленькая группа, но если кто-то так думает, у вас есть время и вы даже можете приехать и узнать, что мы здесь делаем, и подражать нам в вашем собственном городе и поселках. И все это, знаете ли, люди из Висконсина, пожалуйста, приезжайте. Люди из Калифорнии, пожалуйста, приезжайте. Ты же знаешь, у нас в Нью-Гэмпшире это происходит каждый год. Каждое лето мы проводим этот лагерь, и это очень здорово. Так что давайте создадим сеть лагерей, хорошо? И я поговорил с твоим другом Винсом Элисоном из Мэрилэнда. Я тоже позвонил ему перед тем, как приехать. Он один из хороших парней, верно? Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!